Беседа 84, 837, Матфея 26, 51. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, излёг меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсёк ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть? Кто этот один, урезавший ухо? Евангелист Иоанн говорит, что это Пётр. Такой поступок был делом его пылкости. Но нужно исследовать, для чего ученики Иисусова носили ножи. А что они носили их с собой, это видно не только из настоящего обстоятельства, но ещё и из их ответа, что у них есть два меча. Для чего же позволил им Христос иметь мечи? Евангелист Лука повествует, что когда Христос спросил их, когда посылал я вас без мешка и без меха и без обуви, то имели ли в чём нужду, и когда не отвечали ни в чём, тогда Он сказал им, «Но ныне, кто имеет мешок, тот да возьмёт и мех, а кто и не имеет, да продав одежду свою и купит меч». И когда они на это отвечали, «Вот у нас два меча», тогда Он сказал им, «Довольно». Итак, для чего же Он позволил им иметь мечи? Чтобы уверить их, что Он будет предан. Поэтому и говорит им, да купить меч, не для того, чтобы вооружились, нет, но чтобы этим указать на предательство. Для чего, опять ты спросишь, Он повелел иметь мех? Он учил их тем трезвиться, бодрствовать и иметь самим о себе великую заботу. Вначале Он держал их, как неопытных, под охранением своего могущества. А теперь, выпустив их, как птенцов из гнезда, велит им самим летать. Далее, для того, чтобы они не подумали, будто Он оставляет их по слабости своей, повелевая, и им действовать самостоятельно. Он напоминает им о прошедшем, говоря, «Когда я посылал вас без мешка, то имели ли в чём нужду?» Он хочет уверить их в своей силе и тем, что Он прежде поддерживал их, и тем, что ныне не вдруг оставляет. Но откуда были у них мечи? Они шли прямо с вечерей после трапезы, вероятно, поэтому там для агнца были и ножи. Когда же они услышали, что на Иисуса будет сделано нападение, то и взяли с собой эти ножи для защиты своего учителя. Но это они сделали только по своей воле. Поэтому-то Христос и упрекает Петра, и притом страшные угрозы, за то, что Он употребил меч в отмщение пришедшему рабу, хотя Он поступил так горячо в защиту не самого себя, а своего учителя. Но Христос не допустил, чтобы от этого произошёл какой-либо вред. Он исцелил раба и сделал великое чудо, которое могло открыть и его кротость и могущество, а равно и нежность любви и покорность ученика. Потому что тот поступок был свидетельством его любви. А этот, послушание, когда же он услышал «вложи меч твой в ножны твои», то тотчас повиновался и впоследствии никогда не делал этого. Другой же Евангелист повествует, что ученики спрашивали его «не ударит ли нам?» Но Христос воспретил это и исцелил раба, а ученику возбранил ещё с угрозой, для того, чтобы более вразумить его. Ибо всякий, говорит он, взявший меч от меча, погибнет, и приводит основание, говоря «не думаете ли, что я не могу умолить Отца Моего?» И он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. Но тогда как сбудется Писание? Этими словами он остановил их горячность, показывая, что случившееся с ним соответствует и Писанию. Поэтому он и там молился, чтобы они с покорностью перенесли случившееся с ним, зная, что это совершается по воле Божией. Итак, двумя причинами он хотел успокоить учеников. Во-первых, угрозой наказания тем, которые начинают нападение, ибо всякий, взявший меч от меча, погибнет. Во-вторых, тем, что он терпит это добровольно. «Могу, говорит он, умолить Отца Моего?» Но почему он не сказал, «ужели вы думаете, что я не могу погубить их?» Потому что первые его слова были гораздо убедительнее, а ученики еще не имели об нем надлежащего понятия. За несколько времени он говорил, «Скорбит душа моя смертельная, и еще, отче, если возможно, да мимо иди, чаша сия!» И был в скорби, и поте, и укрепляем от ангела. Итак, вследствие того, что он показывал в себе много человеческого, ему не поверили бы, если бы он сказал, «ужели вы думаете, что я не могу погубить их?» Поэтому говорит, или думаете, что я не могу умолить Отца Моего? Но и здесь опять показывает смирение, когда говорит, который представит мне двенадцать легионов ангелов. Если один ангел поразил сто восемьдесят пять тысяч вооруженных, четвертый царь, девятнадцать тридцать пять, то неужели нужно было Христу двенадцать легионов ангелов против тысячи человек? Нет, он так сказал по причине страха и слабости учеников своих, так как они от страха омертвели. Поэтому же он и посылается и на священное писание, но как же сбудется писание, и этим устрашая их? Если происходящее со мной подтверждается священным писанием, то для чего вы сопротивляетесь?» Так говорил Христос ученикам Своим, а врагам, напавшим на Него, сказал. Тот самый час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, взять Меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали Меня. Смотри, сколько Он делает такого, что могло вразумить их. То повергает их на землю, то исцеляет ухо рабу, то угрожает им убийством. От меча погибнен, говорит он, всякий взявший меч, что самое подтвердило исцелением уха. Везде и в настоящем, и в будущем являет свое могущество, и показывает, что иудеи не своей силой взяли Его. Поэтому он и прибавляет, «Я всякий день был с вами, и вы не брали Меня». Показывая и этим, что они взяли Его по Его соизволению. Не упоминая о чудесах, он говорит только об учении, для того, чтобы не показаться тщеславным. «Когда я учил вас, тогда вы Меня не брали, а когда замолчал, тогда напали на Меня. Я был во храме, и никто не удерживал Меня, а теперь, неблаговременно, среди ночи вы приступили ко Мне с оружием и дрекольем. Какая нужда в этом оружии против того, кто был всегда с вами во храме?» Этим научает, что они никогда бы не могли взять Его, если бы Он не предал себя добровольно. Потому что если и прежде, имея Его в своих руках, всегда посреди себя они не могли взять Его, то и ныне так же не могли бы сделать этого, если бы Он не захотел. Далее разрешает недоумение, для чего Он восхотел предать себя. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков, тогда все ученики оставившие Его бежали. Смотри, как Он до последнего часа и самое время предания все делает для исправления врагов своих, вразумляет их, пророчествует, угрожает им, от меча, говорит, погибнут. А когда говорит, что каждый день был с вами и учил, то этим показывает добровольное свое страдание. Словами же, да сбудутся писания пророческие, доказывает свою покорность воле Отца. Почему же они не взяли Его в храме? Потому что не осмелились на это в храме ввиду народа. Поэтому Он и вышел вон из города, предоставляя им в отношении и места, и времени полную свободу. И даже до последнего часа лишая их оправдания. Тот, кто в исполнении божественных пророчеств предал самого себя, мог ли учить противному воле божественной? Тогда все ученики, говорит Евангелие, составившие Его бежали. Когда взяли Иисуса Христа, ученики оставались еще при Нем. Но когда Он сказал толпе, напавшие на Него упомянутые слова, разбежались. Они наконец увидели, что уже нельзя будет более Ему уйти, после того, как Он добровольно предал себя и объявил, что это совершается сообразно писанием пророческим. По рассеянию учеников Иисуса Христа приводят к Аиафе. Петр же следовал за Немызоли до двора первосвященникова и вошел внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Велика была любовь этого ученика. Увидев, как убежали другие ученики, он все-таки не убежал, но остался и вошел со Христом во двор Каиафы. Без сомнения, и Иоанн сделал то же, но он был известен первосвященнику. Для чего же привели Христа в такое место, где все были собраны? Для того, чтобы все сделать по воле архиереев. Каиафа был тогда первосвященником, и в него там были все собраны. Так они бодрствовали и не спали целую ночь ради этого. Не Пасху они тогда совершали, как пишет евангелист, но не спали по этому самому делу. Евангелист Иоанн, сказав, что было утро, привез его купил, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, дабы можно было есть Пасху. Иоанн 18, 28. Что это значит? То, что они ели Пасху в другой день, и стремясь погубить Христа, нарушили закон. Христос не пропустил бы времени Пасхи, но его убийцы осмеливались на все, и нарушали многие законы. Так как они терзаемы были жестокой яростью против него и часто покушаясь убить его, не могли этого сделать. То теперь, взяв его, неожиданно решились оставить даже Пасху, чтобы исполнить свое кровожадное намерение. Вот почему и собрались все, и, составив сон губителей, искали уже свидетельства, чтобы своим коварным замыслом дать вид законного суда. Они не имели даже истинных свидетельств. Так беззаконен был их суд. Так все было извращено и перепутано. И тогда приступили лжесвидетели, и говорили, что мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей, и в три дня воздвигну его. И он действительно говорил, что в три дня воздвигнет церковь. Но не говорил разрушу, а разрушьте. И притом говорил не о церкви, а о собственном теле. Что же сказал на это первосвященник, желая побудить к защите самого обвиняемого, чтобы через это уловить его, он говорит, не слышишь ли, что сей свидетельствует. Он же молчал. Ответ был бесполезен, когда никто не слушал, да и суд их имел только наружный вид суда. На самом же деле был не что иное, как нападение разбойников, которое бросается на проходящих из своего вертепа. Поэтому Христос и молчал. Между тем первосвященник продолжал говорить. Заклиная тебя Богом живым. Скажи нам, ты ли Христос, сын Бога живого? Он же сказал ему. Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите сына человеческого, сидящего одеснуя силой грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал. Он богохульствует. На что еще нам, свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Это он сделал для того, чтобы усилить обвинения и свои слова подтвердить самым делом. И так как слова его привели в страх слушателей, то они точно так же, как и во время осуждения Стефана, затыкали уши свои. Восемьсот сорок один. Но в чем состоит эта хула? Ведь и прежде Христос говорил собравшимся к нему, сказал Господь Господе моему, сидя одеснуя меня. И изъяснил эти слова. И они тогда не смели говорить, а молчали. И с того времени ни в чем уже ему не противоречили. Как же теперь слова его они назвали хулую? Для чего и Христос дал такой ответ? Для того, чтобы отнять у них всякое извинение, так как Он учил их до последнего дня, что Он есть Христос. Сидит одеснуя отца и имеет прийти опять судить вселенную, что самое свидетельствовало в совершенном его согласии с отцом. И так перосвященник, растерзав ризы свои, сказал, как вам кажется, не объявляет свое мнение, но требует его от своих советников, как будто об очевидных преступлениях и явном богохульстве. Но так как перосвященники знали, что если дело будет исследовано и тщательно рассмотрено, то Христос окажется совершенно невинным, то и осуждает его сами. И предупреждая слушателей, говорят, вы слышали богохульство? Почему же они не выставили в обвинение Христу его дело в субботу? Потому что он прежде часто заграждал им уста, когда они начинали говорить об этом. И притом они хотели уловить его и осудить на основании настоящих его слов. И так первосвященник, предварительно исторгнув у них это осуждение на Иисуса и раздиранием риз своих, склонив всех на свою сторону, ведет его, как злодея, к Пилату. Так он доселе действовал. Но у Пилата они ничего подобного не говорят. Но что же, если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе, желая умертвить его, как виновного в преступлении против общественного блага. Но почему они не умертвили его тайно? Потому что хотели уничтожить и самую славу его. Так как много было таких, которые слышали его беседы и сильно удивлялись ему, то враги его стараются предать его смерти публично, пред всеми. А Христос со своей стороны не препятствовал этому, но злобу их употребил к утверждению истины, так как через это смерть его стала всем известной. Таким образом случилось совсем не то, чего хотели. Враги хотели предать его публичному позору, чтобы таким образом посрамить его. А он через это самое еще более прославил себя. И подобно тому, как они говорили прежде, убьем его, чтобы, когда придут римляне, не овладели городом всем и народом, Иоанн 11, 48, а когда убили его, то это с ними и случилось. Так и здесь. Они хотели публичным распятием повредить его славе, но вышло напротив. А что они имели власть сами по себе предать его смерти, это видно из слов Пилата. Возьмите его и по закону вашему судите его, Иоанн 18, 31. Но они не хотели этого, чтобы показать, что он предан смерти как законопреступник, как самозванец, как возмутитель. Вот почему и распяли вместе с ним разбойников. Потому же и говорили, не пиши, что он говорил, все есть царь иудейский, но как сам говорил. Все это делалось для утверждения истины, чтобы врагам не осталось даже и тени бесстыдного оправдания. Точно так же печать и стражи при гробе только способствовали к яснейшему обнаружению истины. То же самое должно сказать о посмеянии, злословии, поношении. Таково обыкновенное коварство, что оно злоумышляет, тем самым разрушается. Так случилось и здесь. Те, которые думали одержать верх, остались наиболее посрамленными, побежденными и не зложенными. А кто оказался побежденным, тот особенно прославился и одержал верх. Итак, не всегда будем искать победы, не всегда будем избегать поражения. Иногда и победа приносит вред, а поражение – пользу. Так между людьми раздраженными обыкновенно считают победившим того, кто более нанес обид. Но этот-то в самом деле остался побежденным жесточайшей страсти и обиженным, а кто равнодушно перенес обиду, тот победил и одержал верх. Тот не мог уврачевать даже и собственного недуга, а этот перенес чужой. Тот побежден от себя, а этот восторжествовал над другими. И не только сам не сгорел, но и погасил высоко вздымавшийся пламень другого. А если бы он пожелал одержать мнимую победу, то и сам был бы побежден и возжегший другого, доставил бы ему тем жесточайшее страдание. И таким образом оба, подобно женщинам, подверглись бы постыдному и жалкому посрамлению. Но поступив как прилично мужу мудрому, он избежал стыда и, допустив благодушно победить себя, в самом себе и в ближнем воздвиг себе блистательный трофей победы над гневом 843. Итак, не всегда будем искать победы. Конечно, оскорбивший обыкновенно одерживает победу над оскорбленным. Но это худая победа, так как она причиняет погибель победителю. Между тем обиженный и мнимо побежденный, когда переносит обиду великодушно, без сомнения получает блистательный венец. Во многих случаях лучше претерпеть поражение, и это даже и самый лучший способ победы. Если бы кто ограбил кого, или нанес ему удары, или завидовал кому, то претерпевший это и не оказавший сопротивления остался бы победителем. Но что говорить о грабительстве и зависти? Влекомый на мучения также бывает победителем, когда терпит узы, биения, сечения и мучительную смерть. Как в обыкновенном сражении падение считается поражением, так у нас победою. Мы никогда не бываем победителями, когда делаем зло. Напротив, всегда побеждаем, когда терпим зло. Точно так же и блистательная победа бывает тогда, когда мы терпением побеждаем обижающих нас. Отсюда видно, что это победа от Бога, потому что она имеет свойство противной обыкновенной победе, что и служит доказательством могущества. Так и морские камни растекают, ударяющиеся об них волны. Так и все святые тогда прославились и получили венцы и воздвигли себе блистательные трофеи, когда одержали такую чуждую сопротивление победу. Не тревожься, не беспокойся. Бог дал тебе силы побеждать, не сражаясь, но через одно только терпение. Не ополчайся, не выходи сам, и ты одержишь победу, не сражайся, и ты получишь венец. Ты гораздо сильнее самого могущественного из твоих противников. Что ты стыдишь сам себя? Не давай ему сказать, что ты победил через сражение, но пусть он изумляется твоей непобедимой силе, и всем говорит, что ты победил его без сражения. Так и блаженный Иосиф прославляется за то, что терпением победил сделавших ему зло. И братья, и египтянка злоумышляли против него, но он их всех победил. Не говори мне ни о темнице, где он был заключен, ни о царских палатах, где жила эта жена, но покажи, кто был поражен и кто оказался победителем, кто в скорби и кто в радости. И египтянка не могла победить не только этого праведника, но даже собственной страсти. А он победил и ее, и жестокую болезнь. Если хочешь, то выслушай самые ее слова, и ты увидишь победу. Не отрок наругался над тобою, несчастная и жалкая женщина, а дьявол, который внушил тебе, будто ты можешь сокрушить адамант. Не муж твой привел к тебе отрока евреянина, злоумышляющего против тебя, но злой демон, который вложил в тебя нечистую похоть. Он надругался над тобою. Что же делает Иосиф? Он молчит и так же осуждается, как и Христос, потому что все случившееся с Иосифом служит образом того, что произошло с Христом. Иосиф был в узах, а эта женщина в царских чертогах. Но что из того? Он был славнее всякого венциносца, хотя томился в узах, а она была несчастней всякого узника, хотя жила в царских чертогах. Впрочем, победы и поражения должны искать не только здесь, но и в самом окончании дела. В самом деле, кто достиг желаемого? Узник, а не царица. Тот старался соблюсти целомудрие, а это хотело его лишить такового. Кто же теперь получил желаемое? Тот ли, кто потерпел зло, или та, которая сделала зло? Очевидно, тот, кто потерпел зло. Таким образом, он остался и победителем. Итак, зная это, будем искать той победы, которая получается через претерпение зла, и избегать той, которая достигается через нанесение зла. Тогда мы и настоящую жизнь проведем безмятежно, и совершенно спокойно достигнем и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.